В Наринмаре завелись безжалостные вандалы, которые испортили автобусные расписания на остановках. Уже известно о девяти случаях. В одном из них афишу вообще сорвали и унесли. К сожалению, пока свидетелей нет, АТП обеспокоено. События действительно тревожные. Таблички специально изготовили для удобства пассажиров. На информационных афишах подробное расписание движения общественного транспорта. Кому же помешали вывески, пытался разобраться Олег Хатанзейский. Я не понимаю просто, кто это мог сделать и для чего. Ну, кто может сделать? Вандализм, так называемый, как из нашего населения, нашей молодежи. Скорее всего, конечно, молодежь. Судя по тому, как испорчены эти аншлаги, то есть современные иероглифы, надписи молодежные на иностранных языках. Естественно, что там пожилые люди этим заниматься не будут. Вместо расписания автобусов на афишах теперь признание в любви. Еще чаще красуется русский мат. 8 из 37 табличек успешно испорчены. Одна с остановки вообще пропала. Унесли вместе с шурупами. Новые информационные табло провисели нетронутыми всего две недели. Остановка на факеле. Здесь расписание тоже подпортили. Вот Слава, сердечко Рома. Сердечко кто-то друг другу признавался в любви. Но заодно еще подожгли сигаретой. Плюс нанесли черную краску. Если посмотреть, то следы, в принципе, недавнейшие. Кто это сделал, выявить, по сути, невозможно. Ну вот, здесь побывала Полина, Вика и Кристина. Получается, рук их дело, только какая Полина, какая Вика, Кристина, вычислить невозможно. Да, указали бы еще свои телефоны, да? Чтобы позвонить можно было. На некоторых остановках просто прижгли сигаретами, как говорится, цифры не читаем уже. Где-то краской замазаны. Где-то краской замазаны, да. Казалось бы, ну кому это нужно? Ведь старались для нас, горожан, впрочем, герои нашлись. Отличились и пропали. На одном из табло указали даже номер телефона. Последнюю цифру, правда, побоялись написать. Сначала вроде все нормально, потом как-то пришел и уже было спорчено. Хулиганы какие-то. Хулиганы? Да. Много таких есть. Молодежь в основном, да? Многих, да. Стоимость одного информационного табло примерно 1 тысяча рублей. Менять автотранспортному предприятию предстоит сразу несколько. Снова убытки. Еще большие понесет бюджет города. Вандалы облюбовали сами обстановки. Новые пластиковые коробки теперь выглядят вот так. Площадь Ленина в этой остановке настолько большое отверстие, что у него пролезает даже сам я. Конечно. Вот этих козлов, поймай бы одного, не заставить. Пусть бы делал бы. Вот сигаретами. Что, взрослый будет тыкать, что ли? Слушайте, может быть, для норинмарской молодежи ставить уже железные наконец-таки остановки? Бесполезно. Сколько здесь железных, тоже металл задирали. Сколько бы надо ставить? Стекло было, тоже повышибали. Все, только засеклили. На утро уже все. Секол нет. Пассажиры в гневе считают, что погром устроила молодежь. В безобразном состоянии несколько остановок. Почти все в черте города. Остановка Новоучейского, пожалуй, к ней горожане больше всех неравнодушны. Ломают, портят, рушат и так далее. Но вот эта остановка уже от ветра не защитит. Это ненормально. Конечно, если бы родители знали, где их дети находятся, чем они занимаются, этого бы не было. Молодежь больше. Взрослые не будут, потому что взрослые здесь останавливаются, чтобы от ветра, от дождя было где прикрыться. Остановки, как и автобусные расписания, конечно же, заменят. Но надолго ли две недели снова погром? Видеонаблюдение, как решение проблемы. Однако такое удовольствие очень дорогое. Да и где гарантии, что и камеры не разобьют? Олег Танзейский, Роман Делимарский, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова